В юности он намеревался избрать духовную карьеру, но окончание Александровского лицея открыло перед ним дипломатическое будущее. Свою карьеру он начал с должности секретаря посольства в Лондоне, затем был посланником при Папе Римском. В 1909 году Сазонов был назначен товарищем министром иностранных дел, еще через год стал министром. Он лично содействовал созданию Антанты и вел переговоры с Великобританией и Францией о сотрудничестве в период накануне и в ходе Первой мировой войны. Он принимал активное участие в событиях военного и революционного периодов, а позднее занимал видное место в эмигрантской среде. Дипломат Сергей Сазонов. У нас в гостях кандидат исторических наук Алексей Синокосов. Алексей Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Синокосов Алексей Георгиевич окончил с отличием исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Доцент Российского государственного гуманитарного университета, автор трудов «Англия и Антанта. На пути к военно-политическому союзу 1907-1914 годы». «Эволюция Антанты как военно-политического союза», а также ряда научных публикаций по истории России и истории международных отношений конца 19-го, начала 20-го веков. Сегодня наш разговор о Сергее Дмитриевиче Сазонове. Сначала несколько слов о его происхождении. Это имело важное значение. Надо помнить о том, что Российская империя была сословным обществом, и в этом сословном обществе стать членом истеблишмента, занять высшие государственные посты, мог человек, имеющий только соответствующее происхождение. Так вот, если мы говорим о Сергее Дмитриевиче Сазонове, то этот человек обладал всеми необходимыми данными для того, чтобы войти в состав высшей верхушки правящей элиты Российской империи. Семья Сазонова была монархической и была религиозной. И вот этот дух патриотизма, дух служения своей стране, дух православия, он пронизывал ранние годы жизни Сергея Дмитриевича, и это повлияло на его дальнейшую судьбу весьма-весьма значительно. В детстве Сазонов мечтал стать священником, то есть его привлекала духовная карьера, но так сложилась его судьба, что его отдали учиться в императорский Александровский лицей. Это бывший царскосельский? Да, да, бывший царскосельский лицей, и вот то, что он туда попал, имело очень большое значение для его последующей карьеры. Это действительно было учебное заведение для элиты. Да, мы-то знаем в основном только Александра Сергеевича Пушкина и круг его друзей. Александр Сергеевич был в числе первых выпускников этого Александровского лицея. Надо сказать, что вообще за 100 лет существования этого лицея, с 1811 по 1911 год, за первые 100 лет, всего состоялось 67 выпусков. 67 выпусков, и прошло чуть менее 2000 выпускников. Но какие это были выпускники? Почти все министры иностранных дел России закончили императорский Александровский лицей. И не только иностранных дел, были и министры внутренних дел, и министры просвещения, и поэты, и академики, и генералы, адмиралы. Это был действительно инкубатор, который выращивал лучшие кадры. И вот в этом отношении то, что Сергей Дмитриевич Сазонов попал именно в императорский Александровский лицея, имело очень большое значение для его карьеры. Он получил и еще одну прививку патриотизма, и четкие нравственные убеждения, и он смог расширить свой кругозор. И кроме того, он обзавелся связями. Он обзавелся связями, а надо сказать, что вот это лицейское товарищество, оно было огромной силой. Раз ты учился в лицее, то и ты, соответственно, перед тобой открывались все двери. И для Сазонова открылась дверь в министерстве иностранных дел. Когда он в 1883 году закончил Александровский лицей, после этого его судьба была определена. Он отправился на службу в министерстве иностранных дел. И еще одно важное обстоятельство, о котором нужно сказать. Сергей Дмитриевич был женат на Анне Борисовне Нейтгард. Анна Борисовна Нейтгард была сестрой Ольги Борисовны Нейтгард, которая стала женой Столыпина. И вот то, что Сазонов был свояком Столыпина, тоже в дальнейшем сыграло очень важную роль. Потому что именно Столыпин помог Сазонову продвинуться и стать министром. Именно по протекции Столыпина. Столыпин Петр Аркадьевич. Русский государственный дятель. Происходил из старинного дворянского рода. В 1903-1906 годах саратовский губернатор. Руководил подавлением крестьянских волнений в крае в ходе революции 1905-1907 годов. С 1906-го Столыпин, министр внутренних дел и председатель Совета министров, был инициатором применения военно-полевых судов для борьбы с революционным движением. В 1907-1911 годах определял правительственную политику. Начал проведение аграрной реформы, позже названной его именем. Под руководством Столыпина был разработан ряд важных законопроектов, в том числе по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального образования о веротерпимости. В сентябре 1911 года Столыпин был смертельно ранен эсером Дмитрием Багровым. Надо сказать, что Сазонов, конечно, не сразу стал министром. Он медленно, шаг за шагом постепенно осваивал ступени диплотической карьеры. И началась его выездная диплотическая карьера с того, что он отправился в Лондон. Он отправился в Англию и стал там вторым секретарем посольства. И надо сказать, что это первое место заграничной службы тоже имело большое значение. Часто бывает так, что страна, где мы служим, она тоже очень сильно влияет на наши взгляды, на наши политические убеждения. И вот это правило было справедливо для Сазонова. Начав свою заграничную службу в Англии, он в дальнейшем стал убежденным англофилом. И вот это удивительная вещь. Мы ведь знаем, что Российская империя и Британская империя были смертельными врагами. На протяжении всего XIX века не прекращалась постоянная борьба между ними, история жестокого противостояния. А вот тем не менее у Сазонова сложилось совершенно другое мнение об Англии. Сам он расценивал 200-летнюю историю отношений России с Англией как бесконечную цепь политических недоразумений, взаимного подозрения и тайных и явных враждебных действий. Но при этом он пишет. Он пишет. «Мне всегда казалось, что если есть на свете две страны, которые сама природа предназначила к мирному сожитию и сотрудничеству, то это Россия и Англия. Предполагаю, что одной из главных причин взаимной отчужденности Англии и России является не соперничество на почве внешней политики, а коренное различие их внутреннего государственного строя, вызывавшее к нам антипатию огромного большинства английского народа». И вот с точки зрения Сазонова нужно было устранить те недоразумения, которые существовали между Россией и Англией, и стать чуть ли не лучшими друзьями. Как просто. Ну вот удивительно то, что эти строки были написаны Сазоновым уже после всех событий, всех разочарований, после того, как он увидел, как Англия отнеслась к России после революции 1917 года, как англичане сделали все, чтобы Россию расчленить и ослабить. И тем не менее, даже на склоне лет он остался убежденным англофилом. Так вот, нахождение Сазонова в Англии сделало его патриотом не только России, но и Англии. И это повлияло на его либеральное убеждение, на то, что он стал считать, что идеалом для России могла быть и конституционная монархия, ну, скажем так, напоминающий английский образец. То есть он черпал в Англии источник вдохновения для того, какой могла стать Российская империя в случае проведения либеральных реформ. В 1894 году Сазонов становится секретарем миссии в Ватикане. Это был важный и ответственный пост. Дело в том, что у Римской Курии и у Российской империи отношения в тот период складывались достаточно напряженные. В России было значительное количество католиков. Преимущество это были поляки. Польша тогда была составной частью Российской империи. И Польша всегда представляла собой головную боль. Это восстание 1930 года, потом 1963 года. Во всех этих восстаниях Ватикан играл достаточно негативную роль, потому что он поддерживал антироссийскую пропаганду. И папские посланники неблагоприятно влияли на умонастроение в Польше. И свою миссию в Ватикане Сазонов видел в том, чтобы наладить отношения с Римской Курией. И поначалу ему это удавалось. До 1903 года римский папа был Лев XIII. И вот при этом римском папе Сазонов мог достаточно активно контактировать с представителями Курии, находить с ним общий язык и содействовать тому, чтобы смягчать те противоречия, которые существовали между Ватиканом и Российской империей. Но так было не всегда. В 1903 году, после смерти Льва XIII, Конклав 1903 года избрал новую папу Пия X. И вот в этот период произошло резкое снижение уровня отношений с Ватиканом. Новый папа был настроен весьма консервативно. И при нем очень большое влияние приобрели иезуиты, которых сам Сазонов в своей дипломатической переписке называл католической черной сотней. И вот с приходом нового папы отношения между Ватиканом и российским посольством оказались весьма напряженными. И сам Сазонов, ему в тягость стала служба на этом посту. Он не видел никаких перспектив для того, чтобы отношения улучшить. И он стал искать возможность найти себе другое место для службы. А здесь нужно сказать, что служба в Ватикане имела еще одно важное значение для последующей карьеры Сазонова. Дело в том, что на протяжении трех лет непосредственно начальником Сазонова был Александр Петрович Извольский. Извольский, который потом стал министром иностранных дел. И вот период совместной службы в Ватикане имел очень большое значение. Прежде всего потому, что Извольский в тот период смог очень хорошо познакомиться с Сазоновым, узнать его политические взгляды. И, в общем-то, он смог узнать его как надежного исполнительного чиновника. И в дальнейшем, когда стал вопрос о выдвижении Сазонова уже на пост министра иностранных дел, конечно, вот это близкое знакомство с Извольским, оно сыграло свою роль. Извольский Александр Петрович – русский государственный деятель и дипломат. Происходил из старинного дворянского рода. С 1894 года входил в состав российского представительства в Ватикане, затем в Белграде, Мюнхене, Токио, Копенгагене. В 1906-10 годах занимал пост министра иностранных дел России. Был членом Государственного совета с 1909 по 1917 годы. Извольский являлся сторонником конституционной монархии и либерального внутриполитического курса. Выступал за мирное урегулирование спорных международных вопросов. Подписал русско-английское соглашение 1907 года о разграничении сфер влияния в Персии и Афганистане, которое явилось важным шагом на пути создания Антанты. С 1910 года был послом России во Франции. В мае 1917 года Извольский вышел в отставку и впоследствии, находясь во Франции, поддерживал военную интервенцию против советской России. В 1904 году наступает новый важный этап в карьере Сазонова. Он снова возвращается в Лондон, и там он становится советником посольства. В этот двухлетний период, насыщенный важными политическими событиями, когда развертывается русско-японская война, отношения между Россией и Англией резко осложняются. Англичане практически в прямую поддерживают. Да, да. И как раз на этом посту Сазонов сыграл важную дипломатическую роль в урегулировании так называемого Гульского инцидента. Гульский инцидент произошел в октябре 1904 года. Он был связан с тем, что эскадра адмирала Рожественского, направляясь из Балтийского моря в Владивосток, она в Северном море случайно обстреляла английские рыболовные суда, приняв их за японские миноносцы. И вот вышел большой дипломатический скандал. Отношения с Англией были испорчены. И они, в общем-то, и так были испорчены. Но Англия угрожала применить силу, она угрожала остановить движение эскадра Рожественского. И Сазонов приложил все усилия для того, чтобы эту проблему решить. И, в общем-то, показал себя эффективным чиновником. Эффективным дипломатом он сумел эту ситуацию разрешить. На должности секретаря посольства, потом в должности советника посольства, потом в должности временно исполняющего обязанности посла, он сыграл весьма важную роль в этот критически важный период 34-36 годов. И надо сказать, что он приложил свою руку к началу формирования Антанты. Вот уже тогда, в общем-то, когда отношения между Россией и Англией были до крайности напряжены, но в этот период происходили другие важные вещи. Дело в том, что война на Дальнем Востоке изменила баланс сил в Европе. И из-за того, что Россия оказалась связана этой войной, резко ослабли ее позиции по отношению к европейскому концерту. Тому балансу сил, который существовал в отношениях между Россией, Германией, Австро-Венгрией, Францией, Англией. И вот этот уход России на Дальний Восток резко изменил европейский баланс. Резко усилились позиции Германии. И встревоженная этим Англия уже тогда начала искать возможности для того, чтобы отношения с Россией в дальнейшем улучшить и создать Антанту. Ту Антанту, которая в дальнейшем привела к Первой мировой войне. И вот в бытность свою советникам посольства Сазонов поучаствовал в самых-самых первых шагах по улучшению отношений между Россией и Англией. В дальнейшем это сыграло свою роль, потому что именно Сазонова, Извольский, министр иностранных дел, стал рассматривать как подходящую кандидатуру для того, чтобы он сменил его на посту министра иностранных дел. После двухлетней службы в Англии Сазонов снова возвращается в Ватикан. И там он провел еще три года. До 1909 года. И вот тут в его судьбе начинаются крутые перемены. 1909 год – это год, когда произошел боснийский кризис. Боснийский кризис, который стал для России дипломатической цусимой. Суть дела заключалась в том, что Австро-Венгрия аннексировала две бывшие турецкие провинции – Боснию и Герцеговину. И Извольский, который был тогда министром иностранных дел, ничего не смог этому противопоставить. Его авторитет как министра очень существенно пострадал. Тогда был первый исход сербов, кстати, из этой земель. И в историю Сербии вошел как достаточно такая мрачная страница. И потом был последствия. Были всплеск таких сербских отношений в России. Да, в России были крайне недовольны тем, что Министерство иностранных дел допустило аннексию двух провинций, населенных преимущественно сербами. И с точки зрения российского общественного мнения, это было унижением. Унижением для Российской империи, унижением для ее величия. И Извольский был дискредитирован этими событиями. И сам Извольский после этого стал искать возможности для того, чтобы перейти на более спокойную должность посла в одной из великих держав. Ему удалось это сделать в 310 году. Так вот, тогда встал вопрос о его сменщике. И два человека сыграли ключевую роль в возвышении Сазонова, его назначении министром. Первым был Столыпин. Петр Аркадьевич Столыпин, я уже говорил о том, что он приходился Сазонову свояком. Но еще более важное значение для Столыпина имело то, что он рассчитывал в лице Сазонова обрести надежного партнера. Потому что у Столыпина не сложились отношения с Извольским. Извольский был достаточно закрытый человек, и он не был склонен к тому, чтобы координировать свои действия с Столыпиным. Столыпин говорил о том, что России нужно 20 лет спокойствия и мира, для того, чтобы провести реформы в стране. А Извольский был нацелен на формирование антигерманской антанты. Собственно, Извольский стал архитектором союза между Россией, Францией и Англией, и приложил максимум усилий для того, чтобы этот союз состоялся. Потому что Извольский видел растущую опасность, исходящую от Германии, и считал, что необходимо оперативно прореагировать на эту угрозу. То есть уже в этом отношении между Извольским и Столыпиным существовали определенные противоречия. Надо сказать, что Столыпин со своей стороны весьма активно содействовал назначению Сазонова. Но и Извольский был не против. У Извольского были свои соображения. Во-первых, он хорошо знал Сазонова, как очень толкового сотрудника, и он не сомневался в его компетентности. А кроме того, Извольскому нужен был человек, который, находясь на посту министра, сможет продолжить и развивать его линию. И зная англофильские убеждения Сазонова, и, собственно, зная, что Сазонов уже имеет определенный опыт как раз выстраивания отношений именно с Англией, Извольский рассчитывал, что именно Сазонов будет тем человеком, который продолжит формирование и развитие вот этой Антанты с Великобританией и с Францией. И он не ошибся в своих намерениях. В 1909 году состоялось назначение Сазонова на пост товарища министра иностранства. Почему не сразу министром? Дело в том, что Сазонов, и сам он об этом в своих мемуарах говорит, он элементарно был еще не готов. Хотя он и занимал достаточно важные ответственные посты, но все-таки он не входил в верхушку МИДа того времени, и он не владел всей фактурой. Ему нужно было какое-то время для того, чтобы войти в курс дел. И вот, собственно, период назначения его товарища министра иностранных дел, примерно год он стажировался в должности министра. То есть пока Извольский ждал открытия вакансии на должность посла, он активно вводил Сазонов в курс дела. Товарищ министр, это по современным меркам первый зам, скорее. Первый зам, да. И вот когда в 1910 году умер посол в Париже Извольский, подал в отставку и стал послом во Франции. И тогда Сазонов был назначен на пост министра иностранных дел. На посту министра иностранных дел Сазонов провел 6 лет. С 1910 по 1916 год. Это были без преувеличения судьбоносные годы. Период перед войной и непосредственно первые два года мировой войны. И вот, находясь на посту министра, Сазонов получил возможность воплотить жизнь в свою программу. Что же он намерялся делать? В этом отношении уместно привести слова Сазонова, сказанные ему во время своего выступления в Государственной Думе в апреле 1912 года. Обращаясь к депутатам Госдумы, Сазонов сказал, «Не надо забывать, господа, что Россия, прежде всего, держава европейская. Увеличение русских владений в Азии не может составлять цели нашей политики. Это повело бы к нежелательной сдвижке центра тяжести в государстве и, следовательно, к ослаблению нашего положения в Европе и на Ближнем Востоке». То есть, прежде всего, Сазонов придерживался установки, что Россия есть держава европейская, и она должна укреплять отношения с своими европейскими союзниками. В качестве таких союзников Сазонов видел, прежде всего, Францию и Англию. И вот здесь возникает вопрос, был ли у России выбор? Дело в том, что в российской правящей элите того времени боролись два направления. Представители двух ориентаций. Первое – это было, скажем так, антантофильское направление, то есть это ориентировка на союз с Англией и Францией, а второе направление – германофильское, союз с Германией. Сторонниками союза с Германией были очень многие представители и военные элиты, в частности военный министр Сухомлинов, он был сторонник прогерманской ориентации. Очень многие представители царской фамилии, придворное окружение. И вот Столыпин в том числе считал, что мы должны как-то все-таки отношения с Германией выстраивать, чтобы не допустить конфликта. И вот возникает вопрос, можно ли было выбрать, могла ли Россия пройти между этими двумя ориентациями, то есть можно ли было как-то избежать увлечения в этот конфликт. И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понимать, что Российская империя начала XX века, она не была полностью самостоятельна в своих действиях. После русско-японской войны Россия была значительно ослаблена. Ослаблена в экономическом отношении, в финансовом прежде всего. То есть для того, чтобы успешно развиваться, стране нужны были заемные средства. Но еще пятый год, не забывайте, первая русская революция, так называемая. Да, русская революция, которая тоже очень существенно повлияла, расшатала внутриполитическое положение в стране. И, в общем, Россия, она была ослаблена. Россия была ослаблена, и этой ослабленной стране трудно было сохранить прежний уровень самостоятельности в международных делах. И вот это некоторое ослабление России, оно привело к тому, что мы попали в финансовую зависимость, прежде всего, от французских банкиров. Франция целенаправленно выдавала России кредиты. Но это были кредиты, как бы сейчас сказали, связанные. То есть они давались не просто так, а под определенную политическую ориентацию и под определенные действия. А Франция требовала строить железные дороги, идущие к границе с Германией, для того, чтобы русская армия могла быстрее мобилизовываться и наращивать нашу военную мощь. То есть французы рассматривали Россию как союзника на случай войны. Великобритания тоже проводила в предвоенные годы политику, направленную на вовлечение России в этот антигерманский союз. Для Англии Россия была очень важным союзником. Они рассматривали нас как такой паровой каток. Огромная русская армия, которая закатает Германию. И любимая английская политика – таскать каштаны из огня чужими руками. То есть заставить Россию служить интересам Англии. И вот надо сказать, что, конечно, заманчиво было бы России не вовлекаться не в один из этих союзов. Заманчиво было бы сохранить такую независимость. Но в реальных условиях этого предвоенного времени это было очень трудно сделать, потому что у России существовали финансовые обязательства, существовали вот эти группы влияния. И поэтому, конечно, влияние вот этой англо-французской группировки оказалось сильнее, оно перевесило. То есть фактически мы имеем дело с тактикой мягкого ввязывания, втягивания России в европейский конфликт, как бы он потом ни назывался. То есть противостояние, формирование двух лагерей. Тут еще важный момент. А вот на минуту представим себе, что Россия бы не вступила в Антанту и не стала бы участвовать в Первой мировой войне. Представим себе такую ситуацию. Надо сказать, что прецеденты в российской истории были. И история, она интересна тем, что она имеет свойство повторяться. Если мы вспомним начало 19 века и историю англо-французских отношений, наши отношения с Францией и тогдашним гегемоном в Европе, то мы увидим, что сначала Александр I заключил договор, Тильзийское соглашение с Наполеоном, и несколько лет отношения были прекрасными, пока Наполеон не консолидировал свою позицию в Европе и не укрепился настолько, что решил, что теперь надо и с Россией разобраться. И напал на Россию в 1912 году. Ну да, используя предлог, что мы не выполняли блокадные соглашения против Англии. Да, да. Вспомним историю начала Второй мировой войны, когда Сталин тоже попытался остаться в стороне от конфликта, заключил с Гитлером пакт, вошедшего в историю под названием Пакт Молотова-Риббентрупа. И, казалось бы, ему удалось отстраниться от участия в Европейской войне, но лишь на два года. В 1939 году мы этот пакт заключили, а уже в 1941 году Гитлер, решив свои европейские задачи, решил, что теперь нужно заняться Россией. То есть, вот в этом контексте, если мы посмотрим на деятельность Сазонова, то надо сказать, что Атаклюшин был неправ, развивая связи с Англией и Францией. Не Россия была инициатором общеевропейского конфликта, и не Россия стремилась к тому, чтобы эту войну развязать. А вот те противоречия, которые были между тогдашним мировым гегемоном, то есть Великобританией, и претендентом на роль гегемона, то есть Германской империи. Вот эта англо-германская борьба, она была в центре международных отношений того времени. А Россия должна была определить свое отношение к этому конфликту. Либо она выступает на стороне Англии, либо на стороне Германии, либо остается нейтральной, но, памятуя судьбу Александра Первого, и заглядывая, так сказать, на 20 лет вперед, то, что случилось с Советским Союзом в 1941 году, мы можем сказать, что, в общем-то, возможно, не так уж и неправы были те, которые стремились к заключению вот этого союза с Англией и Францией. Скорее, проблема не в том, что неправильно рассчитывали. Дело в том, что союзники не совсем корректно выполнили свой союзнический долг. Это уже другая тема. Это был вопрос. И вообще вопрос о том, о долге, о чести. В политике, конечно, такие нравственные категории, они плохо работают. Здесь, скорее, действуют соображения национальных интересов, балансы сил и так далее. Так вот, Сазонов был убежденный сторонник Антанты. И его выбрали на этот пост именно потому, что он был таким. И, находясь на этом посту, он последовательно реализовал программу укрепления вот этой антигерманской Антанты. Первое действие, с которого он, в общем-то, начал свою деятельность на посту министра, он сопровождал Николая II в Поздам. Поздамская встреча с императором Вильгельмом II. Там происходили переговоры, касавшиеся, прежде всего, строительства Багдадской железной дороги, которую Германия прокладывала на Ближний Восток. Ну и Персия. Персия, где Россия имела свои интересы. И вот Германия и Россия старались вот эти свои интересы разграничить, чтобы не конфликтовать. Но, в общем-то, это было не главным. А главным было то, что немцы присматривались к Сазонову. Они надеялись, что, может быть, Сазонов окажется более сговорчивым, чем Извольский. Может быть, с ним удастся как-то найти общий язык. Ну, достаточно быстро они поняли, что это не тот человек, с которым можно будет им вести дело. И, в общем-то, более немцы таких попыток не возобновляли. То есть, после вот этой его поздомской встречи между Россией и Германией каких-либо значимых переговоров, каких-то попыток наладить союзнические отношения больше не происходило. Несмотря на родственные связи Казера и русского царя. Да, в общем-то, родственные связи были. И формальное дружелюбие было. Но, по факту, Германия уже рассматривала Россию как потенциального противника и как член вот этой антигерманской Антанты. Можно достаточно долго и подробно рассказывать о тех событиях, в которых принимал участие Сазонов предвоенные годы. Это и создание Балканского союза, это и заключение соглашения с Японией 310 года, которое развязало России руки на Дальнем Востоке, позволило ей полностью переориентировать свою политику на Европу, на подготовку к зреющему европейскому конфликту. Но, прежде всего, нужно сконцентрироваться на знаковом событии, которое, собственно, предопределило историю России 20 века и ее вовлечений в Первую мировую войну. И здесь нужно сказать об июльском кризисе. Июльский кризис 2014 года, начавшийся убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве, роковой выстрел, сделанный сербским студентом Гаврила Принципом, 28 июня 2014 года Гаврила Принцип убивает эрцгерцога Франца Фердинанда. И вот с этого события завертелся тот смертоносный водоворот, который вовлек Европу в пучину Первой мировой войны. Сазонов с самого начала принял очень активное участие в попытках разрешить этот кризис. Он пытался, прежде всего, создать объединенный фронт между Англией, Францией и Россией, чтобы совместными усилиями надавить на Австро-Венгрию и заставить ее отказаться от ультимативных требований в отношении Сербии. А известно, что Австро-Венгрия выдвинула ультиматум, потребовав от Сербии действий, которые были несовместимы с ее независимым статусом. Но усилия Сазонова были тщетны. Он искренне стремился к тому, чтобы избежать войны, но войны избежать он не мог. Прежде всего потому, что в войне были заинтересованы другие страны. В войне была заинтересована Германия. Германия была заинтересована в войне, потому что она считала, что она имеет преимущество. Германия уже закончила свою программу перевооружения. Германия считала, что если она не нападет сейчас, то потом ситуация у нее ухудшится. Россия построит свои железные дороги, усилит свою армию, и тогда воевать будет сложнее. Поэтому немцы считали, что воевать нужно именно сейчас. В войне была заинтересована Австро-Венгрия, потому что австрийцы чувствовали, что их империя распадается под давлением национальных противоречий, слабеют связи между австрийцами, венграми и славянскими подданными империи Габсбургов. И они считали, что нужно разгромить Сербию сейчас, потому что потом будет поздно. Но об этом часто забывают. В войне была заинтересована Великобритания. Дело в том, что англичане к России относились с подозрением. Да, сейчас Россия наш союзник. Но пройдет несколько лет, Россия создаст мощную армию, Россия усилится. А что произойдет, если Россия тогда выйдет из-под нашего английского косвенного контроля? Зачем тянуть? Вот пока Россия еще недостаточно сильна, пусть она ввязывается в войну. То есть Англия со своей стороны была отнюдь не заинтересована в том, чтобы этот конфликт пресечь. И Англия заняла уклончивую позицию в ходе июльского кризиса. Вместо того, чтобы выступить на стороне России, поддержать ее позицию, сказать, что мы поддержим нашего русского союзника, англичане сделали вид, что это их не касается. Что они не будут поддерживать Россию. И вот эта уклончивая английская позиция создала у Германии и Австро-Венгрии иллюзию о том, что Англия не вмешается в конфликт, а значит, есть возможность разгромить Россию. Без участия Англии. И вот на эту ловушку немцы и попались. Англичане увлекли их в конфликт. Ну а Сазонов, он искренне пытался привлечь Англию к урегулированию этого конфликта. И он ничего не мог сделать. Ну и, в общем-то, как мы теперь знаем, это было естественно. Он же не знал тогда, какие были мотивы английской политики. Но надо сказать, что когда Сазонов понял, что война неизбежна, когда Австро-Венгрия уже объявила войну Сербии, Сазонов принял меры к тому, чтобы Россия вступила в эту войну. Он потребовал объявления всеобщей мобилизации. То есть он был не один, русский генеральный штаб тоже требовал скорейшей мобилизации. И, в общем-то, здесь усилия Сазонова были поддержаны. Да, и там каток уже покатился. Да, каток покатился. Мемцы когда узнали, что проводится мобилизация, потребовали ее остановить, но уже сделать было ничего нельзя. Я даже помню эпизод в посольство России в Белграде, когда посол получил ультиматум, текст ультиматума австрийского. Ну, был человек грамотный. Прочитав его, он понял, что это катастрофа и умер тут же от разрыва сердца. Вы имеете в виду Гартвига? Да, Гартвига, да. Надо сказать, что был еще один инцидент. Он просто показывает всю неизбежность вовлечения России в эту войну. 1 августа 314 года германский посол Пурталис затребовал встречи с Сазоновым и потребовал дать ответ, прекратит ли Россия объявленную всеобщую мобилизацию. Сазонов отвечал нет. Три раза задавал Пурталис вопрос, и три раза Сазонов отвечал нет. И тогда Пурталис со слезами на глазах вручил ему ноту. В ноте говорилось о том, что Германия объявляет войну Российской империи, поскольку та продолжает свою мобилизацию. Но Пурталис был настолько расстроен всем происшедшим, что он, сам того не желая, вручил Сазонову не одну ноту, а две. Он вручил ему оба варианта. Первый вариант – если Россия прекращает мобилизацию, мы все равно беляем войну. И если продолжает, мы все равно беляем войну. То есть выбора не было, а он вручил обе ноты. Он вручил обе ноты, Сазонов это увидел, естественно, тут же их забрал. В общем-то, это был большой конфуз германской политики. То есть вне зависимости от того, прекращает Россию мобилизацию или продолжает ее, все равно будет вам война. То есть в этом отношении выбора уже у России не оставалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Началась война. На посту министра иностранных дел Сазонов всеми силами крепил антанту, развивал отношения с Англией и Францией. И надо сказать, что поначалу отношения в этом треугольнике Англия, Франция и Россия строились относительно равноправно. Дело в том, что в начале войны Германия наносила главный удар на Западе. Она выполняла свой план Шлиффиной и через Бельгию атаковала Францию. И руки западных союзников были связаны. И в этих условиях они были очень зависимы от России. Они требовали нашей помощи. И действительно Россия была единственная страна, которая могла эту помощь оказать. И в чем эти требования носили порой совершенно беззастенчивый характер. Российскую армию вынудили начать наступление, не закончив мобилизацию. И это обернулось катастрофой армии Самсонова в Восточной Пруссии. Но зато Россия спасла Францию. Потому что немцы были вынуждены снять часть своих сил и перебросить их против России. И вот Сазонов, как министр странных дел, он находился в гуще этих событий. И он выстраивал российскую политику так, чтобы именно наши национальные интересы соблюсти. То есть фактически давление как раз шло по дипломатической линии. Это посольство Англии и Франции в Петербурге. Это собственно Сазонов и есть. И вот здесь важный момент. Здесь важный момент. Как только стало ясно, что германский план Шлиффена провалился, и война приобретает затяжной характер, Англия выступила с инициативой к России, и предложив ей разделить Османскую империю. Вообще это было удивительное дело, потому что всегда Англия была против такого раздела. Англичане, наоборот, очень боялись того, что в руки России могут попасть Константинополь, проливы. И они всячески избегали того, чтобы связывать себе руки обещаниями перед Россией. Вековая болезненная точка в наших отношениях. Но удивительно, что в ноябре 2014 года англичане сами первые выступили с предложением Сазонову, предложив ему разделить Османскую империю. И более того, англичане пообещали, что они лично готовы отдать нам Константинополь и проливы. Возникает вопрос, а что случилось с Англией? Почему она стала так сговорчива? А дело в том, что англичане очень боялись, что Россия пойдет на сепаратные мирные переговоры с Германией. Потому что между Россией и Германией противоречия были не так велики. Там делить было почти нечего. Там были нюансы. Чтобы воевать насмерть и рушить потом обе империи, такого, конечно, не было. В Великобритании очень важно было Россию на крючок поймать. Не дать ей из этой войны выйти. И они готовы были преподнести нам Константинополь и проливы на словах. После войны. То есть, важно было, чтобы Россия оставалась в войне. И, в общем-то, в российской элите английское предложение вызвало феерический восторг. И Сазонов участвовал в этих переговорах. И в 2015 году было заключено англо-франко-русское соглашение о разделе Османской империи. В соответствии с этим соглашением после войны Россия должна была получить Константинополь и проливы. А Франция, кстати, Палестину под проливы. В итоге Россия ничего не получила. Там есть хитрость. Они подписывали договор с Российской империей. А когда стали уже возвращаться к этой теме, то уже была Российская Федерация. И они отказались выполнять условия этого соглашения. Хотя Россия была победительницей в Первой мировой войне. Ничего не получил за это. Да, в общем-то, уже к октябре 1917 года Россию самому уже мало интересовали проливы. Потому что, в общем-то, совершенно другие вопросы уже решались. Параллельно с событиями на фронте бурно развивались и внутриполитические события внутри страны. И вот здесь Сазонов тоже оказался на острие существовавших противоречий. Надо сказать, что Сазонов выступал в качестве одного из лидеров либерального крыла российской элиты. То есть он был либерал, он был монархист. И, в общем-то, он отстаивал государственное устройство, ну, скажем так, напоминающее английское. То есть его идеалом была вот эта самая конституционная монархия. И, соответственно, он свою деятельность строил на этих принципах консерватизма и в то же время на следовании либеральным принципам. И надо сказать, что в этом отношении он сталкивался с сильной оппозицией. Пока премьер-министром был Столыпин, потом его сменил как овцов, до 2014 года у Сазона, в общем-то, не было проблем внутри кабинета. Но когда премьер-министром был назначен Горемыкин, здесь у Сазона начались большие проблемы. Горемыкин Иван Логинович – русский государственный деятель, представитель старинного дворянского рода. В 1895-1999 годах возглавлял Министерство внутренних дел. Проводил политику контрреформ. С 1899 года Горемыкин являлся членом Государственного совета. В апреле 1906 года был назначен председателем Совета министров. Отстаивал незыблемость самодержавия. Добился распуска Первой Государственной Думы. В июле 1906 года был заменен Петром Столыпиным, известным как инициатор прогрессивной аграрной реформы. С января 1914 по январь 1916 года вновь занимал пост председателя Совета министров. В ходе февральской революции по приказу Временного правительства был арестован, но вскоре освобожден. Затем уехал в свое имение близ Сочи, при разгроме которого был убит большевиками в декабре 1917 года. Дело в том, что вот это либеральное крыло внутри российской элиты, оно сталкивалось с другим крылом, консервативным, настроенным достаточно реакционно. И эта реакционная часть элиты, она была тесно связана с придворными кругами. А в придворных кругах очень большую роль играла императрица Александра Федоровна, на которую очень большое влияние оказывал небезвестный Распутин. Вот эта распутинская клика, она в годы предшествовавшей падению Российской империи приобрела очень большое влияние. И Сазонов был этим крайне недоволен. И он активно боролся за влияние на императора Николая II. И в частности он стал одним из авторов письма, адресованного Николаю II, с требованием провести реорганизацию правительства, назначить либералов, убрать консерваторов. Но Сазонов переоценил свое влияние. Сам он пишет в своих мемуарах о том, что с августа 2015 года я утратил доверие государя, и с этого времени он стал от меня отдаляться. Позиции Сазонов стали ослабевать, и в конечном счете в июле 1916 года он был отправлен в отставку. То есть вот этот очень важный период в его деятельности был закончен тем, что после шести лет на посту министра странных дел он был отправлен в отставку. Он остался, тем не менее, влиятельным чиновником, он остался членом Государственного совета, и, по-моему, он собирался даже послом. Февраль помешал ему, 1917 года. Да, подав отставку с должности министра, Сазонов рассчитывал продолжить свою карьеру. Он рассчитывал стать послом в Лондоне. Ну, в общем-то, это отвечал его убеждениям, поскольку он был англофил, он рассчитывал, что для него это был бы идеальный пост. Как раз в декабре 1916 года умер посол в Лондоне граф Бенкендорф, вакансия освободилась, и в январе 1917 года Сазонов был назначен на пост посла, но он не успел выехать к месту новой службы, поскольку в России грянула февральская революция. А Сазонов не вошел в состав временного правительства и, в общем-то, он находился под определенным подозрением. То есть, он не пользовался доверием у лидеров временного правительства и, в общем-то, с этого момента уже началось его падение. Сколько ему лет было уже к моменту? Ну, если он 1860 года рождения, значит, ему было 56 лет. Это самый рассвет дипломата, конечно. Потом, октябрь 1917 года. Надо сказать, что Сазонов не ждал ничего хорошего от большевиков, и уже осенью 1917 года он уехал в Крым, там он какое-то время скрывался. Потом, в мае 1918 года, он смог выехать в Париж. Но уже через несколько месяцев он вернулся. В России разворачивалась гражданская война, и Сазонов надеялся, что его дипломатический опыт и, как он считал, его таланты на поприще министра иностранных дел не будут востребованы белогвардейскими правительствами. И действительно, он поначалу пришелся ко двору. То есть, Деникин и Колчак, они, в общем-то, рассматривали его как весьма способного дипломата и предложили ему пост в своих правительствах. И для Деникина, и для Колчака ключевое значение имело то, что у Сазонова были связи. Были связи и тесные контакты с правительствами Англии, Франции, Соединенных Штатов. Он лично знал этих государственных деятелей. И они рассчитывали, что его можно будет использовать для того, чтобы, во-первых, организовать широкомасштабную поддержку со стороны держав Антанты, а, во-вторых, отстоять позиции будущей России на мирных переговорах. И вот это второе направление стало важнейшим в деятельности Сазонова. В ноябре 1918 года он возглавил Совет по делам внешней политики, который был образован для подготовки Версальской мирной конференции. То есть, предполагалось, что Сазонов выступит на этой конференции, и он сможет защитить интересы России, чтобы она вошла в число победителей и получила привилегированное положение в послевоенном мире. И сам Сазонов надеялся, что он сможет найти с Англией и Францией общий язык. И вот тут его ждало горькое разочарование. И он сам пишет об этом в своих мемуарах. Он никак не ожидал от своих бывших союзников, что они так цинично, так безразлично поступят к своей союзнице. А для Англии, для Франции Россия была отработанным материалом. Она сыграла свою роль, она позволила выиграть войну. А теперь уже у западных союзников были совершенно другие интересы. Теперь они делали ставку на Польшу. И они старались максимально усилить эту Польшу, включить ее в состав территории Западной Белоруссии, Западной Украины. Они старались расширить Румынию, включив ее в состав Бессарабии. Сазонов, надо понимать, что во время Первой мировой войны он как министр продвигал тему признания независимости Польши. Сам Сазонов был убежденным сторонником того, что Польша должна получить независимость. Но, важный момент, Сазонов считал, что границы этой независимой Польши должны пройти примерно по той линии, где они проходят и сейчас. То есть, он не включал в состав Польши те земли, которые входили в ее состав до 1772 года. А 1772 год – это исторический год первого раздела Речи Посполитой. Речь Посполитой. То, что называем Западная Белоруссия и Западная Украина. Тогда состав не только Западная, но и вся Белоруссия, и почти вся Украина входили. И поляки хотели их приобрести. И Англия, и Франция готовы были в этом поддержать. И Сазонов возмущенно отреагировал. Он говорил, что там как же так? Ну, что вы делаете? Почему вы наносите ущерб интересам России? И, в общем-то, он был очень разочарован. В заключении нашего разговора, конечно, два слова об эмиграции. Напомню, что Сазонов скончался в Ницце в возрасте 66 лет. Это 27-й год. И вот это первые годы, конечно, эмиграции. Но когда еще были какие-то надежды, Сазонов был достаточно активным деятелем. Ну, написал те самые мемуары, которые вы уже цитировали. Но, тем не менее, все равно он достаточно серьезную роль в эмиграции играл. Потому что, опять же, связи, опять-таки, положение такого крупного специалиста в области внешней политики, который в России проводила. Человек, который мог проанализировать то, что произошло. Вот эта катастрофа известная. Но, тем не менее, все равно он с таким, ну, такой душок вины-то все равно на нем остается за ту катастрофу, которая России пришла в 1917 году. Или все-таки, я ошибаюсь, что Сазонов больше все-таки патриот. Но тут с либеральными взглядами мало вяжется, конечно. Надо сказать, что Сазонов был сын своего времени. Если бы Сазонов не был, с одной стороны, консерватором, с другой стороны, либералом и при этом монархистом, он никогда бы не занял тот пост, который он занял. Люди, которые продвигали Сазонова, люди, которые назначили его на пост министра, знали, что он в свое представляет. И он, в общем-то, делал, выполнял именно то, чего от него ждали. А ждали от него того, что он будет реализовывать вот эту программу создания антигерманской Антанты. И он эту программу достаточно последовательно выполнял. Другой вопрос. Мог ли он найти какие-то дополнительные возможности? Как тут уклониться от... Та же Англия никогда не стеснялась цинично предавать своих союзников. Мог ли он найти какие-то варианты, чтобы избежать увлечения России в войну? Надо сказать, что вот если бы Сазонов был дипломатом уровня Толейрана или уровня Горчакова, может быть, он бы какие-то дополнительные возможности смог найти. Он, конечно, не был великим дипломатом. Он был хороший дипломат. Хороший, но не великий. То есть, вот определенная разница. Он был хороший исполнитель, имевший достаточно четкую программу и последовательно воплощавшую ее жизнь. Ну и время было такое. Горчаковым трудно было стать и Толейраном в начале 20 века. И Горчаковым трудно было стать. То есть, он был ограничен обстоятельствами. И он действовал в рамках обстоятельств, которые были ему предложены. И вот в рамках тех обстоятельств он достаточно четко свою программу отработал. Другое дело, что эта программа, оказалось, вела Российскую империю гибели. И вела Россию к катастрофе. И этого Сазонов знать не мог. То есть, он делал то, что от него зависело. И вот надо сказать, что читая его мемуары, не видишь раскаяния. То есть, он, конечно, сожалел о том, что не удалось. Он выражал негодование в адрес неблагодарных союзников. Но при этом Сазонов не считал, что он что-то сделал неправильно. Он считал, что в той конкретной ситуации, в которой оказалась Российская империя в 2014 году, у него не было другого выбора. И читая то, что он пишет об юридическом кризисе, в общем-то, никакого раскаяния не ощущаешь. Он делал то, что он должен был сделать. То есть, выбор его был ограничен. И об этом мы должны, конечно, помнить. Но надо сказать, что, тем не менее, хотя, в конечном счете, его деятельность потерпела неудачу, все-таки Сазонов, он был искренний патриот. У него не было каких-то тайных замыслов, которые бы шли в разрез с интересами России. Он действительно искренне стремился к тому, чтобы служить на благо своей страны так, как он его понимал. И в этом отношении нельзя сказать, что он был какой-то нравственно-нечистоплотной личностью. Он был, в общем-то, убежденный, патриот. Настоящий лицеист. Да, настоящий лицеист. Вы знаете, ведь это же очень важный момент. То есть, те нравственные начала, которые... Ну, из таких чиновников, собственно, и состояла империя, и ее величие, и одновременно консерватизм, и проблемы. Ну, скажем так, Россия стала заложником чрезвычайных обстоятельств начала XX века. Она оказалась увлечена в конфликт, от которого она не могла уклониться. И этот конфликт оказался такой разрушительной силой, что Российская империя под его тяростью рухнула и погоребла под своими обломками и карьеру Сазонова. Чудо не произошло. Чудо не произошло. Я благодарю вас за участие в этой передаче. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы в ближайшее время продолжить наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всем доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова